Всем большой привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня вас ждет очень крутое видео. Досмотрите его до конца, обязательно посмотрите, что же у нас получится. Если вы давно на моем канале и помните, как мы наращивали эти ноготочки, наращивали мы на верхние арочные формы, то вот что принесла мне клиентка. Она их просто съела, просто отодрала. Они не отваливались, не отслаивались. Я думаю, что если вы мастер маникюра и посмотрите на ногтевую пластину, увидите, какая она убитая, истонченная, то вы поймете, что моей вины здесь нет. А вина исключительно шелудивые ручки, ну или зубки моей клиентки молодой. Но ничего страшного, я провела профилактическую беседу, объяснила клиенту, почему же нельзя сдирать покрытие. Мне не жалко, сколько хотите, можете есть гель-лак и гель, но с каждым разом пластина становится все тоньше и тоньше, а значит и держаться материал на ней будет все хуже и хуже. Когда я опиливал пластину сверху, во-первых, пользовалась очень-очень мягкой стороной пилки, совершенно без нажима, и если я вижу отслойку, то я иду именно по ее росту. Если отслойка есть, вы ее просто зашлифовываете наверх. Если же вы будете идти против отслойки, то она будет отслаиваться, отслаиваться и отслаиваться. Мы сейчас, конечно же, говорим об отслойке слоев ногтевой пластины. Далее мы при помощи пушера, здесь я, кстати, специально не стала ничего ускорять, чтобы вы посмотрели, как я открываю карман всего лишь за 3-4 движения. Вот таким вот простым движением покачивающим, и все, ручки подготовлены для того, чтобы мы смогли сделать маникюр фрезой. Фреза у меня здесь пламя 0,23 диаметра, это красный абразив, и он подходит практически к любой кутикуле, и за исключением составляет только такая большая объемная резиновая кутикула. Ее, конечно же, проще убрать любым пламенем с синей насечкой. Во всех остальных случаях я использую красное пламя. И, кстати, именно это пламя 23 диаметра подходит практически ко всем рукам, потому что оно расширяется к низу. Во всех остальных случаях, или если фреза у меня другого какого-то производителя, не КМИС, то я бы взяла для этих ручек диаметр уже 21. Прорабатываю сначала на форварде все левые боковые пазухи, потом на реверсе. Хочу вам сегодня показать классные ножницы 31-1 Stalix Pro Exclusive. Это самые крутые ножницы, если у вас проблемы со срезом. Мне кажется, с этими ножницами справится даже мой маленький сынок. Благодаря изогнутому кончику вы никогда не воткнетесь клиенту под кутикулу. Ножницы сделаны, мне кажется, по последним технологиям, если у нас такие есть в производстве наших маникюрных инструментов. Сталь отличная, они никогда не ржавеют, никогда не поддаются коррозии. У меня есть несколько ножниц от Stalix, которым уже полтора года. Мало того, что я их еще ни разу не точила, так еще и они вообще не ржавеют. В общем, это очень круто, это хорошее качество инструмента. И я считаю, что они полностью оправдывают свою сумму и стоят своих денег. Далее мы приступаем к обезжириванию ногтевой пластины. Здесь я обезжириваю хорошо. На видео это делаю один раз, но на самом деле сделала я это два раза. И далее наношу праймер полностью на всю ногтевую пластину полусухой кистью, ни в коем случае не заходя на кожу. Подложку выполняем из баз геля от American Creator. Это база, которая уникальная, просто у нее бешеная сцепка с ногтевой пластиной. Она не дает никакого лишнего объема. Я притаптываю кисточкой и распределяю так, чтобы как бы склеить между собой мои отслоившиеся, расслоившиеся полностью ногти. Далее беру по шарику акригели, делаю я, кстати, это по два ноготочка. Наращиваем без форм, красивую форму и небольшой свободный край. Что важно знать при таком наращивании, так это то, что не жалейте материала. Лучше вы опилите потом все фрезой, чем у вас не хватит материала для того, чтобы достроить нужной длины, свободный край и придется потом вторым этапом докладывать уже материал. Ваш материал должен лежать не только на торце, но и на 2-3 части ногтевой пластины и также вы его растягиваете на свободный край. Также я подправляю кисточкой изнутри. И еще такая особенность, хотела о которой рассказать. При работе с акригелем ваша кисть должна быть просто влажной и ни в коем случае с нее не должно течь ни специальное средство, ни спирт, который использую я. Далее я беру вот такую вот фрезу. Ей мы, кстати, и выполняли бы снятие, если бы нам нужно было это делать. И сначала я опиливаю всю основную большую часть материала, вообще за счет которой мы смогли растянуть материал, не подставляя никакие формы. Очень удобно делать это фрезой. Это фреза неизвестного производителя, но насколько я знаю, насколько я помню, это завод фреза, также из Казани. Опиливаю я аккуратно. Обороты у меня небольшие. Сейчас где-то 15 тысяч для того, чтобы просто не спилить лишнее. Для того, чтобы мы просто подкорректировали форму и нам меньше пришлось пилить пилками. Как-то я уже говорила, что я не очень люблю выполнять опил именно верхний. И, наверное, поэтому я не очень люблю наращивать ногти. Ну, наверное, каждому свое. Поэтому приступаем к опилу формы. И также верхнему опилу все равно его здесь делать нужно, как ни крути. Итак, для начала я подпиливаю торец по длине. Потом подпиливаю от точки в роста и скругляю по форме мягкий квадрат. Будем делать сегодня небольшую длину. Будем ждать, пока отрастут свои здоровые ногти. И чтобы мы их не ломали. Также, когда вы опиливаете форму, у вас есть какое-то количество материала сверху, периодически все равно пилите то форму, то верхнюю часть, то форму, то верхнюю часть. С помощью этого форма ваша будет красивая. Беру еще вот такую фрезу. У меня она всего лишь одна, так как я редко выполняю как раз-таки вот такой внутренний опил. С очень-очень тонким кончиком. Она подходит как раз-таки для ноготков небольшой длины, для вот таких вот наращиваний. Но это очень удобно. И, кстати, работаю я также на небольших оборотах, чтобы не спилить ничего лишнего. После фрезы этой все равно нужно еще разочек немного подровнять форму. И тогда уже у нас будет практически готово все к покраске. Но сегодня, кстати, расскажу, почему может отслаиваться акригель и вообще, почему ногти с акригелем могут ломаться. Мы берем с вами Констракшн Гель, также от Американ Креатор. Почему именно его? Констракшн Гель это жесткая база средней консистенции, с помощью которой вы сможете создать апекс в нужном месте и также выполнить дополнительное укрепление. Что же получается, если мы с вами нанесем обычную каучуковую базу на такие ногти? Произойдет такой конфликт, как акригель у нас жесткий, а база мягкая, ногти недостаточно укрепленные. Акригель вы выложили без объема, то есть без апекса. И получится, что у вас жесткая, но тонкая подложка, которая просто-напросто хрупкая, а база ее не укрепляет. И такие ногти, скорее всего, могут сломаться. Поэтому на акригель предпочтительнее наносить какие-то жесткие материалы гель или как я нанесла жесткую базу в моем случае. Выполняем выравнивание на всех 10 пальчиках и берем вот такой вот цвет из новой коллекции от Американ Креатор, который называется Старфиш. Ну и что, что зима. Мы любим яркие ногти. И я, кстати, тоже люблю яркие ногти. Никогда не отказываю, даже если зимой мне хочется сделать какой-нибудь неоновый маникюр. Кстати, если вы подписаны на мой инстаграм, знайте, что у меня сейчас очень яркие ногти. Надеюсь, что на следующей неделе я уже все смонтирую и порадую вас наконец-таки новым видео со своим маникюром. На первом слое цвет ложится достаточно плотно, а на втором мы уже прокрашиваем все под кутикулу. Далее я беру матовый топ от Mystique и наношу его на все ноготочки. Точнее, сначала я наношу на те ногти, на которых у нас не будет дизайна. Просушиваем. И далее я наношу на ногти, на которые будем сыпать блесточки. Самый простой дизайн, с которым справится абсолютно любой мастер, потому что он не требует совершенно никаких навыков. Мне кажется, это опять-таки же сделает даже мой сынок. На мокрый матовый топ посыпаем блестки. Смотрите, чтобы блесток было и не сильно много, и не сильно мало. Но важно именно на мокрый, не просушенный матовый топ их посыпать. Что же получается? Ваши блестки остаются блестящими, а сам ноготок остается матовым. Очень простой дизайн, но смотрится он невероятно эффектно. И я надеюсь, что вы возьмете себе на заметочку и скажете мне спасибо, когда сэкономите кучу времени на новогоднем пилилове и новогодних дизайнах. Если видео было вам полезным, интересным, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Как всегда постаралась вместить кучу полезной информации в одно 10-минутное видео. С вами была Татьяна Сидоренко. Всем пока!